Братья и сестры, здравствуйте! Сегодня, слава Богу, перед нами не предвыборный бюллетень, а разгнутая книга жизни. Библия святая на Третьей книге Царств, 19 глава. Здесь рассказывается об одном эпизоде жизни Ильи, который, в принципе, связан с таинством Евхаристии, с некой божественной, чудесной пищей. И так Илья совершил заклание стыдных, паскудных, мерзких жрецов Ала, в большом количестве заклал их собственной рукой при потоке. И после этого Изавель, которая кормила их от своего стола, незаконная жена Ахава сказала, что если ты Илья, я Изавель, то то и то сделают тебе мои боги, и еще больше сделают, если я тебе не сделаю то, что ты сделал с душой каждого из этих священников. Смерть угрожала Ильи. Илья, который никого не боялся, боялся эту женщину, отпустил своего слугу отрока и ушел в пустыню на день пути. Об этом пишется в 19 главе Третьей книги Царств, где нашел некий можжевеловый куст, сел под ним и просил себе смерти. Лучшие люди жизни часто просят себе смерти. Кстати, Илья до сих пор не умер, так вот странно получается. Люди, которые сильно хотят жить, умирают внезапно, а люди, которые просят себе смерти, живут и живут. И вот он говорит под кустом этим, довольна, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. И лег и заснул под можжевеловым кустом. В скорби человек обычно тяжело и тревожно спит. Тревожно, но тяжело, таким глубоким, таким тяжелым, одновременно тревожным сном. Это сон испуганной души. И вот ангел коснулся его, внимание, значит, это пятый стих. И вот ангел коснулся его и сказал ему, встань, ешь и пей. Взглянул Илья, и вот у из головы его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога пред тобою. И встал он, поел и напился, и подкрепившись тою пищею, а по-славянски текст говорит, в крепости яди, тоя, то есть в силе той еды. То есть по-русски я прошу взвесить. Подкрепившись этой пищею, по-славянски, в силе вкушенного им, он пошел 40 дней и 40 ночей, то есть он нарушал субботу в это время, не хранил никаких праздников и дней, он шел 6 недель без малого. Значит, 6 суббот нарушил, как бы не нарушая ничего, потому что был в духе. 40 дней и 40 ночей, не отдыхал, не спал, не ложился, не присаживался, он шел до горы Божьей Хариф. И там на горе Божьей Хариф было Илье Боговедение и Богоявление, где Господь явился ему в голосе тонкой прохлады, не в землетрясении, не в буре, не в вихре. Так вот, эта пища ангельская, вкусив которую он встал и пошел 40 дней, она, если хотите, говорит нам об этом священном обычае церкви, которая заповедует нам причаститься перед смертью. Церковь же не зря празднует, или не празднует, вернее молитвенно отмечает и совершает третины, девятины и сороковины человеческого бытия души по смерти тела. Ушла душа из этого мира, и мы молимся на третий, на девятый, на сороковый день. И потом уже в сорок дней мы ожидаем некого такого решения о человеке, некий маленький частный суд, называли его средневековые богословы, и человеку нужно поесть какой-то особой пищи, чтобы идти день и ночь, день и ночь, день и ночь, сорок дней до встречи с Господом. Очевидно, это пища, которую нужно вкусить перед смертью, это тело и кровь Господа Иисуса Христа, это причастие святое, поэтому надо, очень надо, очень важно причащать перед смертью людей. По опыту мы знаем, что те, которые всю жизнь не причащались, перед смертью этого редко сподобляются. Они не знают, боятся, не могут. У некоторых открываются такие болезни, которые сопровождаются рвотой или кровотечениями, когда не могут принять никакую пищу в уста. И их невозможно причастить. То есть откладывание этого процесса затягивается в бесконечность, и человек погибает без молитвы, и таинства, и напутствия. Но те, кто может, еще при жизни, при здоровье, приступать к чаше благодати, тот имеет у себя эту пищу божественную, которую унывающему человеку, который хочет себе смерти, не хочет жить. Лучший из людей мира на тот момент лежит под можжевеловым кустом, просит себе смерти, и его ангел кормит какой-то особой пищей. Ну, там ячменная лепешка, хлеб по форме, все понятно. Потом он засыпает опять, и еще раз ему дается эта еда, повторяя, и заметьте себе, столь сильная была эта еда, что он без отдыха, перерыв на ночлег, это совершенно невозможно вообще. Христос 40 дней постился в пустыне, так он сидел на месте, он никуда не ходил. А здесь человек однажды поел, и 40 дней движется, как стрела, как ракета, пущенная в цель, стремится к тому, чтобы встретиться с Богом, туда, куда Бог ему указал. Для меня это, с тех пор, как я об этом прочел, это несомненные указания на эту небесную пищу, на святую Ивхаристию, на то, что мы едим и пьем, как простые земные продукты, но на самом деле получаем через них таинственный небесный дар, который вовсю проявится тогда, когда нужно будет 40 дней идти на встречу с Господом, на гору Божию Ивхариф, туда восходить, на встречу, на разговор, и Господь скажет, что ты здесь, Илья, говорит, вот я, Господи. Значит, это 19 глава Третьей книги Царства, одно из сокровенных указаний на небесную пищу, на ангельский хлеб, как написано, хлеб ангельский дал им есть. Вот и с Ильей такое было, и он получил необыкновенную силу. Это очень похоже на причастие. До свидания.